А что тут происходит? У нас сейчас работа такая, у нас идет занятие, мы сейчас выполняем ухажнение, мы ходим по городу и кто-то из них что-то увидел. И вот он кричит, смотрите, вот смотрите, вот она увидела, вот они должны все собраться и направить все свое внимание в точку, которую показывает девочка. Они, во-первых, что-то себе представляют там дальше, а лидерские качества проявляются. Здесь самые искренние эмоции, ведь в этом возрасте малыши сама непосредственность, так даже проще осваивать самые начальные навыки актерского мастерства. Они громко смеются, передразнивают друг друга, если нужно, хмурятся и с удовольствием демонстрируют свои умения. Пул, коворья, дум, зеленый, золотая, цепь на дубе, том! Почему сегодня пицца просыпался 10 раз? Почему? Потому что на сегодня поступает первый класс. Мы уже выступали, иди у мамочки, спектакль, мне очень понравилось, Петр Итальевич мне сказал, что мышки, ноги понравились, там, ну, все хорошо. То есть уже есть первые успехи, да? Да. Какие успехи у тебя? Класс. Класс. Уже есть какая-то роль? Да. Какая, расскажи? Жаба. Так, что ты делаешь в роль жабы? Габарит, и я даю цветок, и потом ухожу. Так, а квакать умеешь? Давай покажем, как ты умеешь квакток, надо смотреть в камеру. Квак. Квак. Диско-театральная студия – это прекрасная возможность выплеснуть эмоции, накопленные за день, направить энергию в творческое русло и дать волю воображению. Кругозор становится шире, и даже если в будущем у вашего малыша сменятся интересы, с ним навсегда останутся безупречная дикция, культурная грамотная речь и артистизм. В будущем кем хочешь стать? Зубным врачом. Зубным врачом? Да, к стоматологам. Будешь делать зубки и читать стихи? Да. Мы развиваем речевой аппарат, мы выступаем на сценах, и мне очень нравится ходить на театральные. Я хочу стать журналистом. Журналистом? Где хочешь работать? Я пока об этом не задумывалась. На Первом Приднестровском будешь? Ну, может быть, да. Наш будущий сотрудник, познакомьтесь, как зовут? Влада. Влада, может быть, какой-то стендап начитать в камеру, кому-то передать привет хочешь? Уже первая такая практика будет в журналистике. Хочу передать привет. Давай тогда как корреспондент. Берешь микрофон, смотришь в камеру, оператор делает крупный план. Так. Я хочу передать привет моей маме, моему папе и моему брату Андрею. В эфире была Владислава Бардаш. Обучение проходит в игровой форме. Ребята учатся импровизировать и искать выходы из самых запутанных ситуаций. А как он тогда упал и разбился? Это у нас девочки толкнули. На каждое занятие они готовят стихотворение. И вот рассказывают в различных осложняющих ситуациях. Вот. Потом мы уже начинаем готовиться к нашему спектаклю. У нас 20 апреля, 18.00. В Центре досуга молодежи юбилейной. Вот на этой сцене будет спектакль. Называется «Прощайся с детством». Это литературный спектакль. Мы с ребятами готовимся. Уже буквально есть все. И слова выучили, и сцена готова, и более не менее костюмы готовы, музыка. То есть мы хотим удивить наших зрителей. Так что если ваше чадо по вечерам взбирается на стул и начинает декламировать вам стихи, смените стул на сцену и подарите ребенку новое интересное хобби. Ему точно понравится.